Добрый день, уважаемые студенты. Меня зовут Самадов Шухрух Шухратович. Я преподаватель кафедры ортопедической стоматологии. Тема сегодняшняя наша лекция – клиника анатомические особенности строения зубочелюстной системы. Актуальность нашей темы. После утраты зубов различных операций на челюстях и других органах челюстной лицевой области, в последующем происходят необратимые изменения, такие как атрофия аллюлярного отростка, слизистые оболочки и другие. Не только исчезают органы, например, аллюлярный отросток, но и появляются новые структуры в виде рубцов, складок, костных выступов, слизистых бугорков на нижнем беззубом аллюлярном отростке. Изменяется соотношение органов, подтверждением чего является возникновение старческой опрогении. Эти изменения выходят за рамки нормальной анатомии, но все они имеют значение для протезирования и нуждаются в изучении и в описании. Морфологические особенности протезного ложа играют важную роль в планировании, проведении и в исходе протезирования. Челюстно-лицевая система Скелетом, состоящим из челюстных, нёбных и скуловых костей, зубами, органами, предназначенными для откуцывания и разжевывания пищи, губами, щеками, языком, твердым и мягким нёбом, органами для захватывания пищи и оформления пищевого комка, жевательной и мимической мускулатурой, слюными железами, тремя парами, выделяющими секрет для облегчения и разжевывания и осуществления начальной фазы пищеварения в полости рта, а также высочно-нижнечелюстной сустав. Анатомия челюстей Верхняя челюсть – максилла. Парная кость располагается в центре лица и соединяется со всеми его костями, а также с решетчатой, лобной и клиновидными костями. Принимает участие в образовании стены глазницы, носовой и ротовой полости, крыловидного, нёбного и подвисочной ямки. В ней различают тело и четыре отростка. Лобный отросток направлен вверх, аллелярный отросток направлен вниз, нёбный обращен медиально, скуловой обращен латерально. И, несмотря на значительный объем, верхняя челюсть очень легкая, так как в её теле находится полость пазуха синус максиллярис, объёмом 4-6 см3. Это самая крупная пазуха из числа таковых костях черепа. Топография верхней челюсти. На картинке указано первым лобный отросток, процессус фронталис, второе – передняя поверхность, фацис антериор. Здесь на картинке указано строение правой и левой поверхности верхней челюсти. Каждый участок пронумерован от 1 до 20 нумераций. Поверхности тела верхней челюсти. Передняя поверхность вверху ограничена подглазничным краем, ниже которого находится подглазничное отверстие, через которое выходят сосуды и нервы. Это отверстие 2,6 мм в диаметре расположено на уровне 5 или 6 мм. Под этим отверстием лежит клыковая ямка – фоса канена, являющаяся местом начала мышцы, поднимающей угол рта. На подвисочной поверхности различают бугор верхней челюсти тубер-максила, на котором имеются 3-4 аллюлярных отверстия, направляющиеся к корням больших коренных зубов. Через них проходят сосуды и нервы. Глазничная поверхность содержит слезную вырезку, ограничивает нижнюю глазничную щель – фиссура орбиталис инфериор. На заднем крае этой поверхности находится подглазничная борозда – сулькус инфраорбиталис, переходящая в подглазничный канал. Носовая поверхность в значительной мере занята верхней челюстной расщелиной – хиатус максиллярис. Альвелярный отросток – процессус аллиолярис. Является как бы продолжением тела верхней челюсти к низу и представляет собой дугообразный изогнутый костный валик с выпуклостью, обращенный к переди. Наибольшая степень кривизны отростка наблюдается на уровне первого маляра. Альвелярный отросток соединяется межчелюстным швом с одноименным отростком противоположной челюсти. Сзади без видимых границ переходит в бугор. Идеально внебный отросток верхней челюсти. Наружная поверхность отростка, обращенная к передверью рита, называется вестибулярной – facis vestibularis. А внутренняя, обращенная к нёбу, нёбный – facis palatinus. Дуга отростка, Arcus alveolaris, имеет 8 зубных альвеол. Alveoli dentalis – для корней зубов. В альвеолах верхних резцов и клыков различают губную и язычную стену. А в альвеолах премоляров и маляров – язычную и щечную. На вестибулярной поверхности альвеолярного отростка каждая альвеолия соответствует альвеолярные возвышения. Юга альвеолярия – наиболее выраженные у альвеол медиального резца и клыка. Альвеолы. Они отделены друг от друга костными межалвеолярными перегородками. Септа интеральвеолярия. Альвеолы многокорневых зубов содержат межкорневые перегородки. Септа интеррадикулярия – отделяющие корни зуба друг от друга. Форма и величина альвеол соответствуют форме и величине корней зубов. На дне альвеол находится одно из нескольких отверстий, которые ведут соответствующие канальцы и служат для прохождения сосудов и нервов. Альвеолы прилежат к более тонкой наружные пластинки альвеолярного отростка, что лучше выражены в области маляров. Позади третьего маляра наружные и внутренние компактные пластинки сходятся и образуют альвеолерный бугорок – туберкулум альвеоляри. Твердое небо. Представляет собой перегородку, отделяющую полость рта от носовой и образована небными отростками верхней челюсти и горизонтальной частью небной кости. В переднем отделе твердого неба представлена резцовая костью с растающейся костным швом с небными отростками в зрелом возрасте. Имеет две поверхности – ртовую, обращенную в рот, и носовую, являющуюся дном полости носа. Ротовая поверхность костного неба неровная. Задержит ряд каналов – борозд и возвышений. На ней открываются большие и малые небные резцовые отверстия. Здесь представлены верхний зубной ряд и твердое небо. Посередине в месте соединения небных отростков образуется шов неба – рафы палатины. У новорожденных небные отростки соединены между собой прослойкой соединительной ткани. С годами со стороны небных отростков образуются костные выступы, растущие навстречу друг другу. С возрастом прослойка соединительной ткани уменьшается, а костные – увеличивается. В 35-45 годах костное сращение шва неба заканчивается и вместо соединения отростков приобретает определенный рельеф – вогнутый, гладкий или выпуклый. При выпуклой форме шва посередине неба заметен выступ – небный валик – торус палатинус. Иногда этот валик может располагаться справа или слева от средней линии. Резко выраженный небный валик в значительной степени затрудняет протезирование верхней челюсти. У заднего края твердого неба по сторонам от средней линии располагаются небные ямочки – фовело палатины. Иногда ямка бывает только с одной стороны. Эти ямки являются пограничным образованием с мягким небом и используются стоматологами для определения границ съемного протеза. Форма верхней челюсти индивидуально различна. Выделяет две крайние формы ее внешнего строения. Первая – это узкая и высокая форма, свойственная людям с узким лицом. И вторая – это широкая и низкая форма, обычно встречающаяся у людей с широким лицом. Верхняя челюстная пазуха – синус макселярис, или как еще ее называют по автору – гайморовая пазуха. Самая крупная из околоносовых – пазух. Форма пазухи в основном соответствует форме тела верхней челюсти. Объем пазухи имеет возрастные и индивидуальные различия. Пазуха может продолжаться в алюлярной, скуловой, лобной и небной отростке. В пазухе различают стенки верхнюю, медиальную, переднюю латеральную, заднюю латеральную и нижнюю. По форме пазухи делятся на четыре типа. Первая – треогранные. Вторая – четыреогранные. Третья – неопределенные формы. Четвертая – это щелевидная. При полной потере зубов пазухи чаще приобретают треогранную или неопределенную форму. По степени пневматизации пазухи могут быть гиперпневматизированные, дно расположена ниже дна полости, могут быть также умеренно пневматизированные, дно расположен на уровне дна полости носа, и слабо пневматизированные, дно расположено выше уровня дна полости носа. При потере зубов существенно изменяется и форма, и степень пневматизации пазух. Чаще всего они становятся гиперпневматизированными. При полной потере зубов в 80% случаев. Контрафорсы верхней челюсти. Мощное утолщение компактного вещества кости, расположенное по ходу распространения жевательного давления на другие кости черепа. Различает 4 пара симметричных контрафорсов. Это у нас лобно-носовые, скуловые, крылонебные и небные. Контрафорсы верхней челюсти. Здесь пронумеровано лобно-носовые, скуловые, крылонебные и небные. Лобно-носовой контрафорс от резцов, клыков и частично первых примоляров. Жевательное давление передается вверх по боковым стенкам носовой полости и переходит через носовой отросток на лобную кость. Скуловой контрафорс, жевательное давление от боковых зубов, передается на череп через скуловую контрафорс по трем направлениям. Первое, вверх через наружний край орбиты в лобную кость. Второе, через скуловую дугу к основанию черепа. Третье, через нижний край глазницы к верхней части лобно-носового контрафорса. Скуловой контрафорс, лобно-носовой контрафорс. Здесь представлено направление давления по отношению к черепу, по отношению зубочелесной системы. Крилонебный контрафорс образован задним краем верхней челюсти в области бугров и криловидными отростками, откодящими от тела кленовидной кости. Жевательное давление от боковых зубов проходит снаружи от хуан и передается на среднюю часть основания черепа. Небный контрафорс образован небными отростками верхней челюсти, соединяющимися в поперечном направлении в костное небо. Способствует нейтрализации давления, развивающегося при боковых жевательных движениях нижней челюсти. Нижняя челюсть, мандибула. Непарная кость, подковообразная, единственная подвижная из костей черепа. Состоит из двух симметричных половин, срастающихся полностью к концу первого года жизни. В каждой половине выделяет тело и ветвь. На место соединения обеих половин в тяжелом возрасте образуется плотная костная выступа. В теле нижней челюсти различает основание базис, альвеолярную часть, парс альвеолярис. Тело челюсти изогнуто, его наружная поверхность выпуклая, а внутренняя вогнутая. В основании тела поверхности переходят одна в другую. В альвеолярной части они отделены альвеолами. Правая и левая половина тела нижней челюсти сходятся под углом, индивидуально различным, образуя базальную дугу. Форма базальной дуги – один из основных признаков, характеризующих форму нижней челюсти. Для характеристики базальной дуги пользуются широтно-продольным индексом. Отношение расстояния между углами нижней челюсти к расстоянию от середины подбородка до середины линии, соединяющие углы нижней челюсти. Встречаются челюсти с короткой, широкой, базальной дугой, с длинной и также с узкой, и с промежуточной формой. Формы базальной дуги – а широкая и короткая, б узкая и длинная. На картинке представлено строение нижней челюсти. Каждая область пронумеровано. На середине наружной поверхности тела нижней челюсти находится подбородочный выступ, который является характерной особенностью современного человека и обусловливает образование подбородка. По обеим сторонам подбородочного выступа, ближе к основанию челюсти, находятся подбородочные бугорки. Кнаружи от них расположено подбородочное отверстие, являющееся выходным отверстием нижнечелюстного канала. Через подбородочное отверстие выходят одноименные сосуды и нервы. Наиболее часто это отверстие расположено на уровне пятого зуба, но может смещаться кпереди до четвертого зуба и кзади, до промежутка, между пятым и шестыми зубами. Размеры подбородочного отверстия колеблются от 1,5 до 5 мм. Форма его овальная или круглая. Иногда оно бывает двойным. Косая линия – линия обликва. Косорасположенный валик расположены в латеральных участках тела нижней челюсти. Передний конец соответствует уровню пятого-шестого зуба, а задний, без резких границ, переходит на передний край ветви нижней челюсти. Также в строении нижней челюсти на картинке пронумеровано каждый участок нижней челюсти. Ветвь нижней челюсти – рамус мандипули. Имеет две поверхности – наружная и внутренняя. Два края – передний и задний. И также отростки. Веничный отросток – процессус короноидео служит для прикрепления высочной мышцы. И мышелковый отросток – процессус канделярис для образования высочно-нижнечелюстного сустава. Эти отростки разделяют вырезка нижней челюсти и тизура мандипули. Форма ветви нижней челюсти индивидуально различна. Канал нижней челюсти. Каналис мандипули. Расположен в губчатом веществе тела нижней челюсти. Через него проходят сосуды и нервы. Начинается отверстие в нижней челюсти форамин мандипули на внутренней поверхности ветви. И заканчивается подбородочным отверстием на наружной поверхности тела. Лежит наиболее близко к дну альвеолу второго-третьего маляра. И проходит между камерами для их корней. От него отходят небольшие канальцы, в которых проходят сосуды и нервы корням зубов. Они открываются на дне альвеол. Медиально от подбородочного отверстия нижний челюстной канал продолжается в виде небольшого канальца. До средней линии и отдает на этом протяжение боковые отверстия к дну альвеол передних зубов. Нижняя челюсть состоит из компактного вещества, губчатого вещества. Компактное вещество преобладает в области подбородка и основания нижней челюсти. Косой и челюстной подъязычной линии, а также в области ее ветвей, что соответствует местам опасного сечения, где прикрепляется мощная противодействующая жевательная мускулатура. Губчатое вещество преобладает в валюлярной части, которая должна обладать определенными амортизационными свойствами, потому что укрепленные в ней зубы осуществляют первичную механическую обработку пищи. Также здесь представлено строение нижней челюсти, вид изнутри, пронумерованная каждая область. Силовые траектории нижней челюсти Ориентация костных перекладин в различных местах челюсти различна в зависимости от периода развития костей и силовых нагрузок. Эти структурные уплотнения возникают на путях наиболее постоянного функционального напряжения. Возрастные влияния, потери зубов, понижение тонуса жевательной мускулатуры влекут за собой характерные изменения, представляющие непосредственный интерес для клиники ортопедической стоматологии. Рентгенологически силовым траекториям соответствуют линии затемнения вальков. Первое. От головки нижней челюсти по заднему краю ветвей к углу и телу челюсти. Второе. От веничного отростка к углам челюсти по переднему краю ветвей. Третье. По краю вырезки нижней челюсти от головки к вершине веничного отростка. Спасибо за внимание.